Когда мы думаем, что видели уже все, мать природы решает поразить нас натиском оползней размером с гору и реками пузырящейся лавы. Но поскольку наша планета сегодня переживает одну из самых серьезных экологических проблем в своей истории, такое положение дел может только ухудшиться. От падающих игуан до вулканических молний – вот 9 самых опасных природных явлений в мире. Игуаны, падающие во Флориде Порой на улице так холодно, что флоридские игуаны просто не справляются и буквально падают с деревьев. Обычно мы не делаем таких прогнозов, предупредила в январе национальная метеослужба жителей Майами во вторник. Но не удивляйтесь, если увидите, что с деревьев падают игуаны. И правда, вскоре один из репортеров местного новостного канала наткнулся на замерзшую рептилию, свалившуюся с ветки. Вскоре ее примеру последовали еще несколько окоченевших собратьев, рухнувших вниз с деревьев. С виду они могут показаться мертвыми, но на самом деле рептилии в анабиозе. Популяция игуан в Южной Флориде имеет обыкновение впадать в шоковое состояние, когда температура падает ниже 10 градусов. Так что для местных жителей осадки из ящериц – не такое уж необычное дело. Некоторые вовсю стали делиться снимками спящих рептилий в соцсетях, в то время как другие решили воспользоваться беспомощностью игуан, чтобы начать продавать их мясо онлайн. На Фейсбуке тут же появились объявления от продавцов. Самый мощный торнадо в истории Самый сильный смерч по скорости ветра, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, был зафиксирован в США в городке Вичито-Фоллс, штата Техас, 2 апреля 1958 года. Максимальная скорость ветра составила, внимание, 450 км в час. Такой смерч относится к категории разрушительных, то есть он частично или полностью разрушает прочные дома. Легкие дома поднимает в воздух и переносит на некоторое расстояние, создает и всасывает в себя большое количество мусора и обломков, вырванные деревья переносит на некоторое расстояние, сдувает верхние слои почвы, поднимает в воздух и переносит на значительное расстояние автомобили и тяжелые предметы. Эта характеристика по шкале Фудзиты, которая была введена профессором Теодором Фудзитой в 1971 году для классификации смерчей. А 3 и 4 апреля 1974 года в провинции Антарио, Канада, были зафиксированы наиболее обширные вспышки торнадо – 148 в течение 18 часов. Супервспышка огромной интенсивности образовала более сотни смерчей и прошла по большей части штатов США. Огненные торнадо Огненный смерч или огненная торнадо – редкое атмосферное явление, возникающее вследствие объединения нескольких очагов пожара. Горячий воздух над пожаром поднимается вверх, а на смены ему приходят новые потоки более холодного воздуха, вследствие чего образуется спиралевидная воронка воздушных масс, засасывающих в себя все на своем пути. Некоторые огненные смерчи могут достигать высоты до 5 километров. Есть научное предположение, что температура в центре огненного столба за счет высокой скорости движения может доходить до 1000 градусов по Цельсию. На территории лесных массивов мощный огненный смерч очень быстро распространился по верхушкам деревьев. С невероятной скоростью разрушительной силы огненная торнадо при высоте потока от 5 до 10 метров губит всю растительность. К сожалению, подобные смерчи неуправляемые и, как правило, могут прекратиться только в случае полного сгорания всей территории, на которой они возникли. Интересно, что известный московский пожар 1812 года был усугублен именно возникновением огненного смерча, образовавшегося в результате слияния нескольких мощных очагов возгорания. Аномально жаркое лето в России Летом 2010 года в России мы переживали аномальную жару, смог и жесточайшие лесные пожары. Эти катаклизмы были вызваны аномально долгим нахождением антициклона в европейской части страны с 21 июня по 19 августа. Два месяца центральная часть России оставалась без осадков. На ней были зафиксированы аномально высокие температуры, никогда не отмечавшиеся за все время ведения инструментальных наблюдений. Только в Москве погода побила 22 температурных рекорда. Два в июне и по 10 в июле и августе. 33 дня подряд температура днем доходила до 30 градусов и выше. Глава Росгидромета Александр Фролов даже заявил, что такого жаркого лета в России не было более тысячи лет. Это удалось оценить по данным озерных отложений. При этом в центральной части России два месяца не было дождя. Из-за погоды от пожаров сгорели 2500 домов. Огонь уничтожил 8 населенных пунктов. Стихия ударила по сельскому хозяйству. Пострадали сельскохозяйственные угодья, парки, травы, кустарники и лиственные леса. Пересохли мелкие водоемы. Ледяное цунами на Великих озерах Огромные ледяные глыбы 24 февраля 2019 года буквально заполонили берега реки Ниагара и озера Эри, расположенных вблизи границы между США и Канадой. Причиной возникновения редкого явления послужили сильные ветра, которые вытолкали лед на берег. Юго-западный ветер был настолько сильным, что порывы его вдоль побережья озера Эри в канадской провинции Антарио достигали 128 км в час. Некоторые жилые районы оказались подтопленными, а сильный ветер выталкивал лед и воду из озера на сушу. Из-за большого накопления льда вдоль дороги вынуждено перекрыли бульвар реки Ниагара, а водителей призвали проявлять осторожность. А в городе Гамбург, штат Нью-Йорк, США, спасатели сообщили о добровольной эвакуации жителей района Гувер-Бич, расположенного вблизи воды. Для предотвращения серьезных наводнений на озере Эри в Канаде и США каждую зиму устраивают плавучие заграждения, или БОН, которые не дают льду стекать по реке Ниагара. В прошлом году из-за сильного ветра БОН прорвало и глыбы льда вынесло на берег. В некоторых районах их высота достигала целых 10 метров. Гигантский град Новосибирск вечером 19 августа 2020 года оказался в эпицентре стихии. В городе прошел ливень с градом, вследствие чего некоторые районы города снова затопило. На следующий день муниципальные службы Новосибирска устраняли последствия мощного ливня. В некоторых местах города выпал град размером с куриное яйцо, а также бушевал штормовой ветер. В результате нашествия стихии были повалены десятки деревьев и затоплены несколько улиц, так как ливневки не могли справиться с потоком воды. На кадрах, опубликованных очевидцами, хорошо видно, что автомобили затоплены до середины кузова. Некоторые из них глохнут прямо в движении. Во дворе несколько транспортных средств были серьезно повреждены рухнувшими на них деревьями. Пузырьки метана в замерзшем озере Эйбрахам В 2019 году рекордно низкие температуры на территории Северной Америки привели к замерзанию даже крупных водоемов. В интернете появились фото необычного явления в озере Эйбрахам в Канаде. В толще льда застыли белые диски, напоминающие ледяных медуз. Благодаря положению озера к востоку от скалистых гор его поверхность не покрывается снегом. А сквозь прозрачный лед толщиной от 5 до 25 сантиметров можно увидеть, как пузырьки уходят в глубину. Фигуры белого цвета, похожие на загадочных существ, выгодно выделяются на фоне темного озера. Неудивительно, что это необычное явление привлекает внимание фотографов и туристов со всего мира. Замерзшие пузырьки в озере появляются не впервые. В последние годы это природное явление встречается все чаще в озерах Канады и Сибири. Причиной этого зрелищного феномена являются пузырьки метана, которые поднимаются со дна озера и замерзают на разной глубине. Газ накапливается под слоем льда, а из-за постепенного понижения температуры и роста толщины ледяной корки образуются своеобразные столбы метана. Водоворот Сальстраумен Если вы любите острые ощущения и восхитительно пугающие пейзажи, то наверняка оцените это место. За пределами северного полярного круга в Норвегии, в 33 километрах к востоку от Бадо, находится самое сильное приливное течение в мире под названием Сальстраумен. Это самый мощный и захватывающий приливной поток, расположенный в небольшом проливе протяженностью 3 километра и шириной 150 метров. Ученые ссылаются на приблизительный возраст Сальстраумен в 2-3 тысячи лет и утверждают, что это результат изменений поверхности нашей планеты в послеледниковый период. Поток воды в течение достигает скорости 40 километров в час и образует воронки диаметром 12 метров и глубиной около 5 метров. Поток воды завораживает своей силой и красотой. Это невероятное природное явление, которое повторяется каждые 6 часов. Около 400 миллионов кубических литров воды в водовороте привлекают туристов со всего мира. Поскольку это зрелище повторяется, можно наблюдать за бушующими потоками несколько раз в день. Вулкан с голубой лавой В восточной Яве на вершине вулкана Иджен, рядом с крупнейшим высококислотным кратерным озером в мире, отважные путешественники могут увидеть нечто по-настоящему захватывающее – синюю лаву. Это загорается извергающийся серный газ с температурой 600 градусов Цельсия, когда взаимодействует с воздухом. Он образует синее пламя, которое может подниматься в высоту до 5 метров. Затем часть газа концентрируется в виде жидкой серы, которая горит ярко-синим огнем, стекая вниз по склону вулкана – практически как лава. Некоторые фотографы целенаправленно отправляются в Индонезию, чтобы запечатлеть необыкновенное природное явление. Если вы поедете в эту страну, будьте предельно осторожны. Серные газы, помимо того, что ужасающие едки, при этом еще и чрезвычайно вредны для дыхательной системы. В поездку с собой лучше всего брать противогаз. Помимо того, что эстетичное чудо принесет вам массу удовольствия и впечатлений, этот вулкан может убить вас, и даже лава вас не коснется. Вулканические молнии Одним из редчайших природных явлений является грязная гроза. Особую зловещесть ей придает тот факт, что частенько она сопутствует извержению вулкана. Правда, термин «грязная гроза» не совсем точен. Более правильное название – вулканическая молния. Во время извержений из жерла вулкана поднимается огромное пепельное облако. В этом облаке и образуются странные электрические разряды молнии. По мнению ученых, генерирование электрических зарядов происходит во время сталкивания в вулканическом шлейфе ледяных частиц, золы и обломков пород. Грязные грозы наблюдались со времен глубокой древности. Первым подтвержденным случаем считается появление вулканической молнии во время извержения печально известного Везувия, который погубил Помпеи. Вулканические молнии – явление достаточно редкое. По неподтвержденным данным, они возникают во время активности самых агрессивных и непредсказуемых вулканов. Жители Чили и Японии знают об этом лучше, чем кто бы то ни было. Пока-пока, на этом все. Подписывайтесь на канал «Хочу знать» и смотрите другие наши видео. Субтитры создавал DimaTorzok